Приветствую всех зрителей в эфире такой домашней обстановке гостях у нас основатели молодежного совета одессы также различных других социальных проектов которые призваны улучшать наше общество вадим георгиенко здравствуйте в этой связи хотелось бы задать вопрос чем в наше неспокойное ныне в украине время можно скажем так заниматься в этой социальной области какие есть проекты и что ближайшее время вы планируете конкретно осуществить вам слово поскольку этот уже это к третий десяток жизни в каком-то становлении гражданского общества в украине то в принципе для всех кто более-менее это какую-то активную гражданскую позицию у нас сейчас фронта два один на востоке второй в построении чего-то здесь того что мы давно в общем-то ожидаем увидеть государство гражданского общества сильного вот а вот в этом направлении а тут уже в зависимости от собственного опыта знания умений в частности в моем случае это мы работаем сейчас командой над инструментами активного гражданства то есть там где люди не отдают скажем так от такого иждивенческого что ли подхода да как бы занимает какой-то позицию то есть когда барину уже не нужен люди уже научились как-то быть сами себе хозяева и в общем-то хотят жить в таком государстве где в общем то неполноценные представители власти да если что делать конкретно чтобы наконец-то получить в руки инструмент чтобы эти люди наши люди наше общество наконец-то смогла осуществлять какие-то рычаги воздействия на изменение собственной жизни это с одной стороны а с другой стороны для этого живопроцесса необходимо иметь некие специальные я думаю так знания по управлению вот как вот как с этим я бы обратил внимание комплекс вопросов здесь достаточно большой вопрос легче задать на самом деле да как развернуть и хотел бы сразу обратить внимание то что ближе мне люди первое что поняли год назад что в рамках действующей системы они жить не хотят все у разных причин и один из ключевых тогда тезисов было изменение системы в стране вот собственно говоря мне кажется вот движение в этом направлении оно и является наиболее осмысленным и востребованным то есть то что не уводит куда-то в тупик что если заветомо направление какое-то такое чем-то не занимаешься в конце все но разочаруешься это как-то грустно поэтому вот все что может способствовать созданию какой-то другой системы это хорошо ну и вот на примере да на примере то что у нас хорошо на слуху логистика армии мы видим создаются какие-то волонтерские центры поддержка людей то есть это не совсем то что создавалось в рамках какой-то действующей государственной инфраструктуры тем не менее оно оказалось на каком-то уровне там своей эффективности чем зачастую может быть даже гораздо лучше чем эта логистика происходит у государства в нашем случае идет речь об очень простых вещах впереди местные выборы в украине у нас есть с ребятами убеждение что вот как была революция гидности в украине то есть когда сотни тысяч людей вышли то первая такая вот реформа и гидности она точно также имеет возможность в этой стране произойти только в том случае если она также будет вот поддержана сотнями тысяч людей а это означает что тема должна быть около них и эта тема у нас на горизонте это осень выборы местные выборы формирование органов местного самоуправления и здесь два пути или вот то что мы говорим то 23 года наступать на грабли наступит на них еще раз играть в игру по правилам которых люди выиграть не в состоянии в принципе его сегодня еще раз играть или пересмотреть какие-то привычные вещи и для себя сделать выводы что на самом деле нам нужно несколько иная система чем забегая немножко вперед для которой даже не требуется изменение законодательства ну продолжайте в принципе до конца до конца еще ответ не получен но я так вижу что видео я обозначил направление да по крайней мере в котором вот мы занимаемся и по всей видимости это то что будет занимать до конца года основным отличием вот как сравнивать допустим да вот с чем то что сейчас происходит то есть у нас на выборах например в одессе да вот я нахожусь в одессе я понимаю примером будет город одесса для осуществления ваших некий планов я думаю что планы могут быть гораздо шире чем одесса мне просто когда мы говорим о местном самоуправлении говорить о стране ну как-то странно потому что мы в общем то живем в каком-то конкретном городе что-то здесь происходит да мы не будем участвовать там выбора киева одесситы точно так же как там жители других городов но каждый живет в своем городе каждый может по аналогичному алгоритму общем-то поступить а именно вот возвращаясь так как вопрос что у нас происходит обычно раз пять лет мы там кого-то выбираем доверили рычагу влияния практически на людей нет и на следующих пять лет вот чек которого мы осенью определим будет ну вот например в одессе да там распределить там порядка 13 миллиардов гривен это бюджет одессы за пять лет в ценах этого года будет распоряжаться коммунальной собственностью определять ставки тарифы которые мы все обязаны платить реальных рычагов у нас воздействия на таких людей нет де-факто да как бы возможно там даю у нас там и прописано что-то в лучшем случае но как мы видим практика и пять лет чек свободном плавании распределяй деньги делай от моего лица все что об этом это одна система по старому то что сегодня воспринимается и то что многие политики которые уже начинают свои компании в духе выбери меня да вот это в общем то направление одно там ничего нового по большому счету не приду хорошо что вы предлагаете то о чем идет речь давайте я скажу что здесь не было такого что что-то придумали там на голом месте это то что уже используется например там пиратской партии в германии есть какой партии есть такая пиратская партия пиратская партия германии сколько она набрала германии я думаю можете поинтересоваться там в аргентине что то и кстати на местном уровне то что мы говорим на местных выборах а не парламентских да у них полно достаточно неплохие есть успехи вот вопрос не в рекламе конкретных партий просто а есть уже какое-то направление которое связано с его называют как бы ликвид демократией а мне кажется самый удачный русский эквивалент это делегированная демократия то есть есть возможность голосовать у людей в прямой демократии непосредственно участвовать да вот любой вопрос если горсовета давайте представим любого процесса горсовета люди все там в одессе голосуют какой-то кворум то есть какие-то определенные правила депутатов в общем-то нет да вот представьте такую картину вот технически реализовать это на самом деле как бы не очень сложно с точки зрения того что вот мы сейчас заканчиваем даже специальное приложение а называется civil society application громадянский суспейство которое в общем-то позволяет людям со своего мобильного телефона там участвовать голосование есть там какая-то защита и так далее вот то есть технически это вопрос первый который идентификация людей понятно выбрать их это как отдельно темно но главный как бы вопрос на самом деле в такой системе это то что мы не являемся специалистом во всех вопросах жизнедеятельности города и спрашиваем на нас нашего тогда будет участие если это ну собралась толпа людей которые ничего не понимают и приняли решение ну как-то глупо и многие кто там учил учился хорошо школе может хотя бы читает википедию знаю слова лохлокатия там еще какие-нибудь такие звучащие почти которые чаще всего заканчиваются там какой-нибудь войной или более какими-то ужасными событиями трудно сказать я знаю примеры воин после диктатуры и авторитарных режимов вот в отношениях лократии одна просто настолько редко имела место в античной греции что вот утверждать я бы не взялся вот тем не менее просто принимаем как бы за факт того что люди не могут быть компетентными во всех вопросах жизнедеятельности города но у нас же есть там наши друзья знакомые те которые для нас чьи мнение для нас авторитетно кого мы знаем лично вот например я знаю тебя лично причем еще в бытность школьником про молодежный совет вот соответственно вот сегодня ты занимаешься в той или иной степени там там с телевидение с промоушен с продвижением с каким-то телепродуктами да и я в этом допустим совершенно там ничего не понимаю в вопросах допустим требует понимания этой темы я могу себя в приложении поставить галочку и ты будешь голосовать плюс один мой голос соответственно у тебя набралось людей больше мы смотрим ты что-то какую-то ерунду мы убрали у тебя галочку поставили другому то есть нету никаких процедур отзыва сбора подписей там их то очень вот этих всех сложных вещей просто вот даты для нас авторитете мы отметили вот есть эксперты которые действительно получают легитимность то есть правильно ли я понимаю да если я например являюсь студентом какого-либо медицинского вуза да и у нас сейчас происходит сессия горсовета на котором скажем так учреждаются вопросы потом здравоохранение там по зарплате каким-то социальным там пособием здравоохранение и так далее если я хорошо себя проявлял и меня кто-то из близких но и товарищей знает как как с одной стороны специалиста с другой специалиста глубокого хорошего подготовленного с другой стороны знают как честного человека то мне ставится галочки да то есть я приобретаю определенный рейтинг в этой системе в этой в этом приложении второй момент если я хотя вроде бы меня так знают как и подготовленного человека и соответственно честно но по факту потом несколько моих действий показали что что-то я делаю не то эти этот рейтинг постепенно начинает падать все это в режиме уже там валится сразу он может падать постепенно в процессе принятия решений можно отозвать свой голос от до момента когда голосование не закончилось ну как бы это все возможно то что ты сейчас описал да и совершенно обязательно делать во время сессии мы можем идти просто на сессию поставив своим друзьям кто в каких областях для нас это кстати может быть не только вопрос медицины это может быть элементарный вопрос но место самоуправления светофор на перекрестке чтобы там допустим не было вот когда мы идем в медин да вот у нас чтобы мы могли спокойно переходить улицу то что ближе да вот как бы касается какие-то коммунальные в общем то вещь совершенно верно и это мы сделали и до сессии вообще не паримся в течение там своего учебы ребята в общем то кто понимает дальше соответственно участвует процессе принятия решений а можно вопрос еще да потому что смотрите а как вот быть с таким моментом как верификации сейчас тренд такой в информационных войнах например крупные олигархи чтобы определенные темы например против себя замылить или например что поднять шумих вокруг какого-то вопроса вокруг которого бы это было удобно сделать нанимают целую команду вот таких вот интернет ботоводов так называемых которые вот там в группе 20 40 50 человек через фейковые до ненастоящих аккаунтов начинают просто разводить ну говоря простым языком срач нет ничего такого плохого в этом слове но по факту мнение реальности и действительности она начинает быть очень сильно искажено от правды как вопрос как верифицировать настоящих людей да они таких вот квази людей ботов которые могли бы просто галочек как можно поставить больше определенному лицу и вот соответственно оставлять якобы хорошее мнение об этом человеке то есть есть несколько уровней самый простой и ну как бы для того чтобы человек вошел в систему это зайти через социальную сеть и тем самым как бы уже видно какой-то общем-то профиль пользователя с пониманием того о чем сейчас было сказано да то есть это могут быть какие-то фейковые боты тем не менее мы уже можем сложить какое-то представление например когда мне в фейсбуке стучатся в друзья я в любом случае смотрю кто стучится и насколько я там знаю человек если у меня общие друзья иногда даже задаю вопросы не ленюсь то есть в конце концов это мой вопрос да это мои друзья что я с ними в общем-то буду делать поэтому наличие как бы аккаунт в социальной сети дает какое-то первое представление вообще о человеке на следующем уровне в нашем приложении будет реализована идентификация по платежу поскольку люди которые в большинстве своем имеют в общем-то какие-то карточки студенческие зарплатные там и так далее просто как бы счет банки там уже кто-то их идентифицировал то есть для того чтобы не создавать какую-то параллельную громоздкую инфраструктуру которая будет и чем непонятно почему она будет отличаться от любой другой почему они будут коррупционные там и так далее в чем специфика например банка вот когда ты открываешь счет в банке у вас есть конфликт интересов то есть ты будешь очень внимательно смотреть что банк тебя не нашел а банк очень внимательно будет смотреть что ты их как бы вот там не перерасходовал там не знаю да то есть вот все что построено на конфликте интересов когда две стороны внимательно есть смысл внимательно смотреть они просто вот доверяют на слово да то есть если вот например к этот всеукраинская служба идентификации вышли там несколько тысяч добрых людей и регистрируют там допустим данные паспорта у меня это вызывает подозрение ну то есть я очень неплохо отношусь ко всем вещам волонтерскими то что построено на доверии но строить на этом как бы государственную такую службу было достаточно сложно поэтому мы выбрали такой путь как бы это второго уровня если третий уровень есть и дальше уровне которые я надеюсь в процессе выхода обсудим с пользователями поскольку здесь безусловно в отличие от любой государственной системы здесь идет речь о каком-то добровольном участии если человек только принял эту систему для себя он принимает и и она его устраивает достаточно надежно да она входит как-то в его жизнь мы не можем чеку ничего навязать да вот в этой ситуации вот в том числе и систему идентификации даже на уровне платежа мы в принципе с большой ну смотрите определяем что такой человек существует ну а все-таки вопрос как бы немножко тонкий с одной стороны да люди не просто боятся показывать свои там счета или что у них есть даже в определенном банке есть счет это проблема или ситуация она гораздо шире то есть все мы наверное так или иначе слышали о том что люди боятся так называемых биометрических паспортов то есть там вплоть до конспирологических теорий там вживление чипа в голову или нечто подобных вещей то есть все вещи которые так или иначе ну связаны с какой-либо идентификации с какой-либо с каким-либо отслеживанием верификации очень сильно пугают людей то есть не думать я на самом деле в данной ситуации вообще ни за что не переживаю думаю что в основном люди будут решать и определять что для них наиболее комфортно находиться в среде допустим тысячи ботов и иметь беременную голову от постоянных информационных каких-то бросов то есть общаться не с людьми с какими-то там кибер ну ради бога это каждый выбирает свое счастье если не готовы жить среди людей которые прошли процедуру идентификации то они идут на этот шаг да как бы или занимаются вот на уровне как бы да вот общение там непонятно с кем с людьми или с ботами то есть каждый наш шаг он имеет свои плюсы и минусы и это безусловно будет решение ну там любого человека да я не хочу чтобы у меня допустим принимали решение на местном уровне вот и что я для этого должен сделать я должен идентифицировать да я это понимаю и я это принимаю потому что я не хочу чтобы кто-то за меня там навязывал решение и там обозначал что виртуальных жителей там одессы вместо одного да который сидит хорошо но смотрите в принципе ясна позиция но опять же хорошо приняла принял горсовет города мискрада приняла допустим определенное там постановление внесла и так далее ну допустим проголосовали выбрали а на самом деле то есть рейтинг был за то чтобы не вопрос наверное не выносили не не люди эти не голосовали то есть ну какой допустим пошел резонанс да что есть ли какие-то может быть хотя бы превентивные рычаги чтобы ну каким-то образом хотя бы сделать подляны тем людям которые возможно да все равно там украли или распилили ну или что-то подобное какое-то важное да я понял вопрос у нас ситуация сейчас следующая что ввиду отсутствия важелев на депутата то есть процедур реальных отзыва там и так далее нас ну как бы это проблемная точка она может решаться в законодательном поле но я предлагаю а изначально как бы вот просто особенно вот преддверии выборов этого года отказаться от вот этой как бы догмы а нету какого-то горсовета и жителей вот стены пустые да вот мы выходили например там на митинг вот был вот такой интересный феномен как но особенно когда начались уже там провокации драки и в принципе это мало чем отличается от того что ты сейчас говоришь только там по голове а там по кнопкам так вот выходила какая-то какая-то группа людей называется там условно самообороны с какими-то балками там со счетами да по контуру и соответственно вот для того чтобы мирные люди кто туда вышел выразить свое мнение там женщины дети и так далее да как бы чтобы они могли заниматься тем чем они очень-то занимаются совершенно как бы там законно там право на собрание так вот вопрос заключается в том что кого впускать в сессионный зал горсовета через выборы если вам ну как бы очередной раз нужен какой-то умный состоятельный которые там т т т т т т ну вот это в старом случае да если вам условно нужна некая самооборона единственная задача которой они не самые умные они самые богатые вопрос один чего они туда идут это перекладывать с решения избирателей на кнопку в сессионном зале да вот проголосовали избирателей за там нажали за то есть своего рода знаешь такого вот как бы пограничники вот на границе вот есть территориальная целостность есть наша гражданская целостность как они будут определяться то есть здесь очень я так думаю это вопрос который у нас есть до осени с точки зрения обсуждения там через праймерис то есть в принципе вы дальше в процессе дальнейшей теоретической разработки помимо того что у вас практически уже есть тестовые варианты тестовые как бы работающее приложение в тесте вы все равно можете вы можете в принципе я так понимаю как-то дорабатывать это приложение да абсолютно и более того максим вот тут очень спасибо что обратил на это внимание дело в том что приложение она будет иметь минимальный необходимый набор для того чтобы от люди могли оказывать полный спектр вот самоуправления то есть там есть накопление ресурсов входа даже это платежная система есть есть процедуры принятия решений есть каким образом эти решения в том числе ресурсы могут реализовываться почему это называется активное гражданство то есть есть какая-то проблема мы хотим ее решить можем решить ее через собственные налоги тогда мы задействуем вот эти процедуры через местное самоуправление мы можем всего разных причин собраться заинтересованные сбросились нашли хорошее решение и его реализовали то есть здесь гораздо более гибкая система ориентированная на решение проблем они на войну с кем-то вот эти против этих старые против новых там или что-то кланы против клана мир уже ушел он совершенно другими вещами занимается думаю это хорошая возможность нам их догнать да вот с точки зрения как это будет имплементироваться может есть одни вопросы это связаны с приложением и вот то что она будет на открытом коде дает дальше возможность людям вот с учетом этого минимального набора принимать любые решения какую в какую сторону каким еще нужны процедуры условно говоря если какой-то из разработчиков программистов которые которого друг например общественный деятель который может не принимает программирование то есть эти два человека получив эту программу да так как она на открытом коде могут ее каким-то образом доработать то есть какой-то плагин еще разработать и усовершенствовать упростить свои потребности под свои процедуры можно делать какой-то апгейт например один из очень важных таких вопросов в развитии это решение споров собственно говоря оно имеет другое название это судебная реформа в частности у нас вроде как все понимают что судебная реформа нужна а например статистика обращения к третейским судам очень низкая в украине то есть ну как бы странно вроде суды коррупционные а между собой тем не менее люди все равно не спешат договорятся и идут все равно решать через занос денег вот такая вот статистика которая очень-то озвучивалась и возможно кому-то будет интересно развивать на этой как бы платформе совершенно как бы разные решения то могут быть просто жалобы по городу с точки зрения там яма там или еще что-то это может быть совершенно бизнесовые решения вот например у нас туристы пытаются объединиться ну а вы не до в одессе до для того чтобы что-то вот продвинуть одессу для того чтобы сюда зашел турист как-то скинуться вот инструмента который бы позволял лоббировать интерес определенный бизнес простой там проще там проще не лоббировать они просто скидываются на рекламную компанию на вопрос кому ну то есть вот там нюансы есть когда люди не хотят терять управление собственными деньгами они хотят да чтобы они тоже принимали решение кто собственно говоря будет победитель за там внесенные деньги не какие-то прозрачности то есть чтобы не было никаких там да они друг друга знают но тем не менее прозрачность прежде всего то есть это могут быть совершенно разные направления все что мы называем активное гражданство или социальное предпринимательство по сути и рядом стоит социальное инвестирование вот самоуправление это одна из форм нашей возможной активности как я сказал решение проблем через наши налоги я понял смотрите давайте не будем так углубляться в эту тоже вот скажем так специфику такую до гражданско-правовую опять же вот это вот приложение то есть в принципе его себе смогут скачать каждый на iphone на чем она работает то есть как насколько она доступна где взять она будет бесплатно это не коммерческая изначально не коммерческий проект стартовать у нас будет в течение месяца готова веб-версия веб-версия в течение месяца это мельцевиду в течение месяца 30 дней мы надеемся что может быть уже концу этого месяца но вот в течение 30 на самом деле ждем идти идет где-то с августа месяца это совершенно не сайт визитка это достаточно серьезное решение и я имею ввиду начиная с логики авто айтишники у нас подключились практически где-то с ноября вот разработка логики там имеет достаточно большое значение вот вот на простом примере например мы уже определили что ты можешь иметь разный рейтинг а надо ли показывать какой у тебя рейтинг делать это публично или нет мы я думаю что но моего мнения если от меня бы зависели меня бы спросили естественно сказал бы да потому что чего стесняться потому что ты становишься сразу мишенью то есть вопрос вместо того чтобы бегать за там сотни тысяч жителей одессы достаточно найти десяток который будет иметь там грубо говоря там по 10 тысяч по данному вопросу рейтинга и так или иначе решить с ними вопрос не ну хорошо если конечно с тобой будут решать вопросы как-то по хорошему да как бы но вопрос для нас как разработчиков заключается в том что собственно говоря чтобы приложение не стало ну как бы проблемой и не расширило круг проблем мы не можем убрать ну изменить общество да но пока не мы продумываем так логику чтобы она была в интересах людей а вот в первую очередь но и какой же в принципе решение это какое но хорошо закрыли то есть но мой рейтинг застал закрытым да и увидят например какие-то избранные но по сути если узнают что есть и голосующие там да так такие которые активно следят за тем что происходит в раде то есть их и известно ли вообще имя и фамилия ли им присваивается какой-то идентификационный номер там apn 3 4 5 6 3 там ну и так далее то есть если какая-то идет такая секретная модерация то думаю что это конечно вопрос по сайт а если нету все становятся мишенями и те кто внутри голосует хорошо и те кто следят и ставят правильные рейтинги вот рад что ты включился вот в осмысление процессов то есть вот я пытался как бы пояснить что там много разной логики и я думаю что вот какие именно процедуры дальше будут видоизменяться с помощью открытого кода и потребностей людей да как бы у них есть возможность такая у нас это будет решаться ну давай не будем предвосхищать выйдет там старта версии и в общем то все решения будут видны ну то есть принципе в принципе на этом как бы если мы говорим про конкретно взятое это приложение все да я могу задать еще вопросы в принципе да достали свой мобильный нашли приложение запустили вопросы для голосования лента для примера озеленения места вынесена сессию горсовета что это за плюсик голосовать за посмотреть перечень проголосовавших публично так 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 он даже кого-то знаю тоже буду голосовать за супер так но если это так просто чтобы потом будем делать депутатами а я понял ни один нормальный человек не является специалистом во всех сферах смотрите тут на второй вкладочке есть такой лист доверия и мы можем делегировать свой голос другим пользователям отдавать посмотрим на примере этого человека сфере медицины мы делегируется голос голос будет голосовать плюс один наш голос или сколько ему делегировать не нравится нам как чек голосует в любой момент времени взяли и убрали голос оп вернули голос нет никаких процедур сбора подписей отзыва депутата он там да как вы можете вам гречку раздал упс ой извините если человек уважаемый для нас авторитет не только сфере медицины и там другой еще какой-то сфере добавили и продолжает голосовать плюс один наш голос уже в других сферах а теперь пробежимся по типам голосований которые есть в этом мобильном предложении общественное предложение это когда умеет что-то предложить там городу властям это здесь официальные повестки дня сессии господисполнительного комитета в котором можете проголосовать это здесь в smd когда совладельцы решают через мобильное приложение где бы ни в каких городах не находились вопросы связаны со своей собственности своими квартирами громадские объединения это все членские организации будь то партии садовые кооперативы аналогичным образом могут принимать участие через это приложение и последнее собственно говоря выборы депутатов прямо с мобильного телефона или праймерис но отличается от тем что может делать мульти выбор прямо с вашего мобильного и на третьей вкладочки можете предложить собственную инициативу вопрос на голосование заполнить формочку даже смотреть не буду что там пишите как заполните у вас активизируется кнопочка разместить размещаете и вот он ваш вопрос вырубка эй я не понял что за вырубка парк победы я там каждый вечер гуляю вы чё творите то а ну теперь понятно почему вопрос не попадает сразу голосование например как этот а собирает сначала сторонников то есть вот смотрите нет кнопок для голосования вопрос собирает сторонников мы можем его поддержать то что кроме автора вопрос еще кого-то действительно в общем-то волнует тогда он будет уже предложен всем остальным для голосования и что же происходит с нашей инициатива если вот она по ней проголосовали там собрали как голосование закончено в этой системе есть две возможности либо дальше решается вопрос через местное самоуправление соответственно наши налоги или мы добровольно сбрасываемся находим исполнительно который в общем-то нам решает этот вопрос и отдельно для тех кто уже несколько раз потому что фантастика не в этой жизни или не для этой страны исследование этого лета обратите внимание синеньким отмечена потребность системе управления вот когда чек непосредственно голосует да там за против а вот таким вот цветом отмечена потребность системе когда идет через делегирование то есть каким-то авторитетным лично для вас людям среднего цифра составляет потребности 64 процента это огромная цифра потребности в подобного рода системе и поскольку идет речь о мобильном приложении это не только пользователи интернета вот такая вот циферка для всего взрослого населения и вопрос сейчас стоит очень просто или вы наивно ждете когда государство создаст и внедрит вам такую систему или мы больше никого не ждем и делаем это сами выбор за вами по общей деятельности а ну со времен тогда когда был создан молодежный совет одессы насколько я помню широко освещаемую такую вот полемию по вокруг этого вопроса это был первый молодежный совет восточной европе насколько я правильно помню и эти скажем так вот советы или движения студрады так называемые очень хорошо стали распространяться по всей украине они появлялись и в россии и других странах городах и так далее вот насколько студенческая вот студенческий актив да вот людей которые уже повырастали которым уже больше тридцати лет на данный момент по вашему видению смогли результативным образом как вы думаете изменить наше вот общество к лучшему то есть на отреагирую на старт месседжа твоего на дело в том что мы по сути я думаю будет самому интересно у меня даже где-то публикация на эту тему есть там будет время почитать молодежная республика за четыре года мы совершенно изменили молодежную модель модель молодежной политики и молодежный совет был один из элементов в девяносто седьмом году совет европы признал практический опыт наш как лучший из сорока семи европейских государств подчеркиваю практический опыт я понимаю что вам тогда казалось это все и полемика дальше и тому подобное ну думаю 10 лет спустя она будет интересно посмотреть в чем же вы участвовали сейчас уже значительно повзрослели возможно будет немножко по-другому это воспринимать в отношении ребят я думаю да это в общем-то действительно очень много из тех кто был там в первом составе исполкома стали там на уровне начальников областных управлений народные депутаты по моему и депутаты городского совета и первого и второго потом и третьего созыва то есть какой-то вопрос связанный с адаптацией к реалиям вокруг он такой своего рода лифт он в общем-то имел место быть так что в этом смысле наверное хорошо там есть другие смыслы которые не совсем хорошо на мой взгляд но это уже если ты задашь вопрос ну в принципе так как я был собственно говоря в центре всех событий я думаю что не стоит эти поднимать вопросы хотелось бы вот услышать на данный момент в принципе ваше мнение вот как человека который активно занимается не просто как человек с гражданской позиции по некому улучшанию да а человек который занимается в принципе даже каким-то дизайном этого общества если можно так выразиться вот вот учитывая такую вот миссию вот помимо приложений какую вот картину да с различными какими-то долгосрочными инструментами можно было бы увидеть со стороны такого человека или может быть со стороны вот единомышленников которые вот видя такую картину нынешнюю реалии такие что что они думают моя специфика заключается в том что я занимаюсь вещами которые будут иметь значение через какое-то количество лет поэтому ну вот в свое время допустим я очень переживал несколько лет назад там за то что вот происходит собственно говоря сейчас тогда как-то меня очень сложно понимали жизнь была мирная вот точно так же как и сейчас то что я делаю это ну по большому счету вопрос такого завтрашнего дня да и для меня эта картина она смотрится как бы в ретроспективе а то о чем ты говоришь не в сторону завтра в сторону вчера поэтому понятно что у нас сейчас как бы проходит ну такой большой выбор понятно что 14 год очень сильно отличается от четвертого года по там целому ряду там параметров люди другие в общем все это прекрасно понимают есть какие-то цивилизационные в общем-то выбор это очень непростой путь для нас в 14 году оказался не думаю что он там сильно там будет легче в пятнадцатом но с другой стороны тут либо все время шарахаться со стороны в сторону либо все таки иметь какую-то направленность куда собственно говоря мы хотим Вадим Вадим это цивилизационный выбор наш да и мы его решаем а как вот насколько я знаю то есть ты очень активно сотрудничаешь общаешься с людьми из Европы да и со стороны как бы каких-то там фондов со стороны различных комиссий при совете Европы или я могу ошибаться да но насколько мне известно в этих кругах очень хорошо и тебя знают и и ты знаешь в принципе мнение этих людей вот какое мнение у них об Украине да за вот опять же за последние десять лет вот в той же самой ретроспективе и если можно это мнение расположи общее мнение мнение оценка действий конкретных да вот что ты по этому поводу можешь сказать вот как человек который имеет приближенное что называется в кулуарах мнение то есть я думаю что знаешь вот за десять лет не стал бы я делать оценку поскольку я не вижу знаешь какого-то такого хорошего месседжа в этих десяти годах ну да вот у нас страна там вышла из постсоветского пространства да дали возможность увидеть Европу наверное это хорошо вот с другой стороны вот на днях было заседание палаты лордов в Великобритании который дал оценку европейским дипломатам о том что все таки была недооценена Россия в плане последствий по ситуации на Украине много было сказано вот то что за вот происходит последнее время насколько оно переосмысливает европейское восприятие Украины где в положительном где не очень мне кажется это что-то хорошее близко ты переживаешь за родственников вот ты можешь делать как говорится морду лица в отношении кого бы то ни было там сохранять там выражение вежливости как-то общаться даже там с неандертальцем там или там с обезьяной которую научили разговаривать а когда ты уже начинаешь сопереживать и воспринимать это близко это очень хороший как по мне симптом поскольку если говорить о европейской семье ну в таком как бы шоком как бы значении то свое место почему я все время говорю про цивилизационный выбор европейцы в общем то ну все время как бы ждут пока нация покажет что она нация что она там имеет свое государство что она в общем то когда там страна выбрала Януковича ну это был тоже какой-то сигнал и ну может не совсем позитивный да для восприятия нас поэтому за эти десять лет пожалуй самый такой вот в этом векторе да зарубежном интенсивный процесс это безусловно последний год Я вот прошлым летом наконец-то выбрался за границу побывал в Польше в Германии и активно на юге Франции и в принципе вопрос даже такого беглого взгляда на менталитет людей активно ну то есть в принципе поменяла мою точку зрения и о европейцах и о том как они живут на чем они сфокусированы то есть много каких вот вопросов и лично моего мнения было ну скажем так ну просто для себя я узнал что-то новое да соответственно европейский менталитет он имеет определенные вот такие вот качества по моему мнению которые очень ну как сказать более корректно рабочие применимы то есть все достаточно четко все достаточно понятно просто нет каких-то таких вещей ну которые никак нельзя было просчитать или соизмерить у нас например напротив делается у нас какая-то широкая душа у нас там вот нельзя бросать определенную промышленность потому что вот же там же люди хотя на самом деле это промышленность умирающая рынок например умирающий ну или что-то подобное то есть тут как бы момент такой что Украина по моему мнению она с одной стороны хочет Европу но с другой стороны принимать те ценности не только на уровне какого-то свободного мышления но и при некой ответственности что нужно с такой же хладнокровностью если берешь что-то с чем-то нужно с такой же хладнокровностью расставаться и при этом делать это не боясь быстро много со временем вот это понимание гражданского общества с некоторыми такими активными экономическими связями как вот с твоей стороны ты видишь так или иначе Украина хочет не хочет она с этим столкнется то есть и перепрожить их если если Украине это нужно то соответственно нужно каким каким-то образом это так сделать чтобы это было максимально менее болезненно что что ты вот как вот такое вот со своим опытом ты можешь по этому поводу сказать я думаю здесь надо не бояться смотреть в зеркало знаешь вот в бытность люди не могли понять природу вот мы вспоминали про молодежный совет что это не может быть организация единомышленников вот организация это ты вот собрал там вокруг себя те кто с тобой вот работают на предприятии или там какая-то организация во что-то объединяет общие взгляды молодежный совет был срезом это люди разные какие-то более там начитанные какие-то менее по образованию кто-то одних взглядов кто-то других взглядов ты помнишь когда вот эти начались ну собственно говоря события оранжевые да четвертого года были люди и те и те и в общем то в силу там каких-то своих убеждений но раскол у нас определенное произошел да совершенно верно но тем не менее вопрос о чем я пытаюсь сказать в этой связи что это срез и надо не бояться иногда проводить выборы мол советы смотреть что за люди пришли ты смотришь вот знаешь что угодно говорить за свою работу например там с молодежью да но раз там в год или в два когда прошли выборы ты посмотрел вот на результаты своей работы на все лицо да вот такие какие они есть вот собственно говоря вот такие результаты у тебя в общем то и были в отношении там нашей молодежи аналогичная ситуация мне кажется знаешь это не бояться давать возможность вот гражданскому обществу да как бы выйти на новый уровень понятно что 85 процентов людей мыслят не столько рационально сколько эмоционально понятно что есть очень специфичная история культура есть очень многое что осталось от совка там и так далее тем не менее как бы все время бояться что-то доверить гражданскому обществу это очень плохой путь поэтому я это вижу как вот почему я все время говорю как цивилизационный у меня вопрос можно ли можно ли людей да вот прослойку гражданского общества научить неким ценностям которые в принципе еще не присущи этому данном случае украинскому гражданскому обществу только таким образом поделиться можно там не знаю так или иначе европейцы каким-то опытом должны делиться через какие-то инструменты возможные например вот это приложение но она немножко сама замкнутая которая скорее всего сможет улучшить качество качество определенных внутренних процессов но вот если мы говорим про некие ступеньки да вот там определенного мышления эти ступеньки в два-три порядка лучше выше в европе каким образом вот этому вот это вот перенимание можно осуществлять какими сразу не соглашусь с формулировкой прослойка давай вот мы будем понимать о чем говорить то есть гражданское общество это общество граждан всех абсолютно совершенно верно можно воспринимать как по паспорту можно воспринимать как по ценностям да у нас не случайно говорят о том что может быть есть смысл для определенной категории людей лишать гражданства или вводить какой-то такой промежуточный паспорт которые терпеть не могут там страну там это государство Украину и так далее но продолжают жить здесь ну такие разговоры как бы ведутся вторая ремарка относительно перенимания опыта надо сразу понимать никакой опыт перенять нельзя в принципе это очень субъективная вещь они не мультиплицируются это набор людей вокруг тебя в твоей жизни это при принятии решений да то есть вот конкретная местность специфика или пошла война или ее нет это все оказывает влияние на правильно ли я понимаю правильно ли я понимаю что Украина в каком-то таком ментальном своем аспекте идет не знаю куда давай я все-таки закончу может так будет сложнее так вот мультиплицируются технологии то есть ну как бы айфон он в общем-то и в африке айфон да вот в отличие от опыта поэтому если мы будем пытаться перенимать опыт в лучшем случае это будет там культ карга знакомая тема да не очень если честно можно по википедии мне очень нравится эта сама история захочешь потом будет время расскажу отдельно вот но мысль очень простая технологии мультиплицируются опыт не перенимается в принципе да и до тех пор пока Украина будет пытаться перенимать опыт мы будем шарахаться если здесь использовать технологии это работает значит третья ремарка относительно приложения собственно говоря качественных изменений то есть у нас есть два способа познания да это инструктирование образования и личностный опыт ценностный ряд и ну я не беру там эзотерику с точки зрения там дальше каких-то там соответственно нужно понимать что никогда инструктирование не меняет ценностный ряд то бишь культуру ты можешь сто раз прочитать на пачке сигарет нельзя курить но если у тебя нет навыка безопасного поведения это до лампочки да то есть нет навыка ну ты прочитал но лишний раз там потом перестанешь читать для того чтобы что-то имело место и происходило для этого нужно закреплять через навыки навыки откуда произошло вообще вот это молодежное участие и так далее через действие вот приложение дает возможность людям участвовать в транзакциях и не важно какой человек на старте не понимает чем отличается горсовет от горосполкома он берет и делает и втягивается он делает то что он делает то что он понимает вот если для него максимум понимания это большая кнопка с плюсиком раз нажать там в полгода или еще что-то но это личный опыт который человека ведет каким-то ценностным изменениям вопрос заключается в environment в окружающей среде например если это приложение то оно дает определенные как бы своего рода среду в рамках которой ты будешь прогрессировать вот я бы это сказал так поэтому я бы не минимизировал влияние технологии на эти процессы но понимаем природу что это вопрос не получения новой инструкции как что работает а когда у тебя появляется частота транзакций то вот говорят про синергию да когда это не просто возможность одного из жителей там принять то или иное решение вырабатывается нечто следующего уровня то есть вот возможность прибавлять к тому что ты можешь ну некоторые говорят на порядок выше ты можешь выходить решение чем состояние выше физически сам ясно ты вот упомянул что возможно еще это приложение будет в себя включать какие-то инструменты платежного вот характера я вспомнил одну интересную такую футурологическую футурологическую такое концепцию которая предусматривала в момент если у нас если допустим прекращают существовать государство и нету такой альтернативы как мирового правительства то есть у нас весь земной шар распадается на такие вот небольшие коллективные сообщества там город плюс город или там область или плюс другая область другой страны соответственно по связи тут вопрос сводится к чему ты упомянул например что в течение пяти лет там Одесса должна распределить на управление города на его реструктуризацию и развитие проще 13 миллиардов долларов то есть соответственно это гривен да соответственно часть этих денег идет в местный бюджет выполняется часть денег приходит из Киева до этого оно значит тоже распределялось каким-то хитрым образом с местных бюджетов из каких-то промышленных отдельных крупных фондов и каких-то промышленных предприятий если мы говорим про бизнес государственный если мы попробуем себе представить некую картину что перестают существовать вот эти вот надгражданские государственные институты финансового управления а возникают ну собственно говоря такие институты гражданского внутреннего финансового управления то есть сами люди как-то каким-то образом могут ли скидываться на что-то и при этом там даже вносить изменения например в генеральный план я сейчас не говорю в реальность я говорю в принципе предусматривает ли возможность это приложение чтобы люди объединялись в какие-то группы и соответственно могли аккумулировать какие-то финансы которые сами могли бы вкладывать давай вот я приведу работа одного из нобелевских лауреатов хаек которая называется частные деньги где ну как бы экономист это из новоастрийской школы обосновывает что ну как бы деньги должны конкурировать много денег хороших и разных потому что государство в общем-то и как орган который там регулирует например вопрос денег это далеко не самый лучший наверное если бы я это говорил несколько лет назад это как-то бы звучало диковато с учетом того что происходит с гривной понимаешь очень многие люди начинают действительно там обсуждать как-то более активно есть там понятие суррогатных валют или дополнительных валют то есть то о чем ты сказал это основано на какой-то результатах в первую очередь цивилизационных человеческой мысли достижений нету каких-то вот факторов которые являются барьерами для реализации каких-то новых вещей а может быть и более эффективных не все так просто безусловно но не случайно приложение называется гражданское общество оно дает возможность действительно людям сообществу граждан регулировать массу вопросов в деятельности там совместной ли одиночной ли на уровне города а может и больше связи чтобы ты понимал это приложение давай вот еще такую ремарочку скажу тема очень актуальна сейчас в мире у меня получается интерес зашел где-то порядка с пятидесяти шести стран и порядка двадцати лои это letter of interest зашли от стран членов евросоюза на то чтобы внедрять у себя вот ту систему которую можно делать с помощью этого приложения и тренд вот этот вот активное гражданство это не просто и governance например называют эстонию да там электронное правительство это по сути сервисы которые государство должно обеспечить да вот должно обеспечить своим гражданам оцифровывается есть и демократия это то что вот в данном случае ближе к нам то как мы формируем какие-то механизмы вплоть до органов власти или управления это относится к носителям власти да а не к сервисным организациям будь то ЖЭК государство или что бы то ни было что мы для себя придумаем своего имени от имени телеканала поблагодарить за эту беседу и может быть напоследок ты скажешь какое-то пожелание или может быть что-то проанонсируешь такое что в ближайшее время каким-то образом было бы полезно и обществу нам тебе мне и этих что мы не зря тратим свое время это для нас не заработок поэтому я конечно проанонсирую не пропустите еще одни выборы и ни в коем случае не ступайте на те же грабли это при понимаем там упадок там может быть какое-то настроение силу кого-то подъем мы в течение месяца предложим вам попробовать приложение попробовать его протестировать понять о чем идет речь и так что последующие пять лет у себя в городах именно вы были хозяевами своем городе это первое ну а самое главное конечно скорейшего мира всей стране нашей и нашим жителям все спасибо счастливо так всего доброго спасибо вам то что за гранью воспринимается не всеми творение мысли приходит не по нашей воле цифровая эпоха дает величайший выбор информации по зову разума пред нами пристает мир образов первозданных голограмм которые многие давно утратили для их познания требуется синергия индивидуальностей такая система объединяет личностей со всего мира в единый фронт создателей секреты бизнеса просвещение и наука возвышенное творчество красота мыслей и другой взгляд на мир онлайн 24 часа портмане тиви умный телеканал тиви 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 тиви